Теперь мы установили связь между двумя столицами, и давайте поговорим о классификации Босник. И вот он сам, Мортон Босник, тот, который был родоначальником алгоритмического подхода к дифференциальной диагностике различных образований. От него пошли уже различные системы принятия решений о вероятности злокачественного поражения и в молочной железе, и в предстательной железе, в легком и так далее. Сейчас системы радиологической оценки образований повсеместно вошли в нашу практику и используются достаточно широко. Родоначальником этого подхода был Мортон Босник. Соответственно, он в 1986 году предложил свой анализ проведенных исследований кистозных образований почек и их классифицировал на несколько категорий в зависимости от вероятности злокачественного поражения. Работал он в Нью-Йоркском университете, здесь этот Нью-Йоркский университет представлен, вот он так выглядел. Мы ему благодарны. К сожалению, в 2016 году он покинул этот мир. Но оставил достаточно серьезные свои наработки, свои труды, которые сейчас и разрабатываются его учениками. Итак, как это было и как это есть на сегодняшний момент времени? В 1986 году была опубликована знаменитая его статья, анализ нескольких тысяч наблюдений за кистозными образованиями, где он эти кистозные образования классифицировал сначала на 4, а потом выделил специальный тип 2F. В 2000 году, ближе к 2000 годам была модификация его классификации. На сегодняшний момент времени тактика жестко привязана к типам этих кистозных образований, доброкачественные образования, которые не требуют различных воздействий на эти кисты и, соответственно, организм человека. И четвертый тип образований, те образования, которые предполагают однозначное оперативное вмешательство. Соответственно, 2F – пограничное образование, которое требует наблюдения. И третья категория кистозных образований, они предполагают, соответственно, агрессивную тактику или наблюдение за этими пациентами с крайне высокой вероятностью интервенционного воздействия или операции. На сегодняшний момент времени классификация кистозных образований принята ведущими ассоциациями не только радиологии, но и урологии. Вот пример использования в рекомендациях Европейской ассоциации урологии в 2019 году. На сайте можно найти классификацию босник, и она, соответственно, занесена как основной алгоритм действия при определении тактики ведения пациентов с кистозными образованиями. Мы видим, что это те самые 5 типов кист босников. Босник, и здесь представлены их характеристики. Мы более подробно дальше поговорим об этих характеристиках, как они были и как они сейчас отражены в идущих классификациях, и что предлагается для изменения. Соответственно, для чего, как сегодняшнее состояние этой проблемы, ничего не бывает идеального, все меняется в этом мире, накапливаются те случаи, которые не укладываются в те критерии босник, которые на сегодняшний момент времени утверждены и имеют клиническое распространение достаточно широко в мире. Ну и по мере работы с этой классификацией накоплен отрицательный опыт определенный, который тоже требует анализа. Так вот, анализ сводится к тому, что до сегодняшнего момента времени классификации босника нет четкого определения, что же считать кистой, а что же считать солидным образованием с кислозным компонентом. Нет, критическое восприятие подходов к этой классификации заключается в том, что основное количество всех кистозных образований, которые были прооперированы, они являются доброкачественными и, по сути дела, потенциального вреда не несли самому пациенту. Ну, соответственно, даже если был оперирован почноклечечный рак в кистозном образовании, то этот кистозный, то есть тканевой компонент имел крайне низкую степень злокачественного потенциала и, в принципе, в некоторых ситуациях, когда была выбрана тактика наблюдения, не приводил к метастатическому или генерализованному поражению на период наблюдения. Биопсия кист, соответственно, имеет крайне сомнительную перспективу и получение достоверного материала крайне затруднено при биопсии. Соответственно, две тактики, которые конкурируют между собой, это тактика активного наблюдения и активного лечения. Это такие весы, которые балансируют, и принимая в большей степени решения в пользу лечения или в пользу активного наблюдения, мы потенциально имеем определенные риски. И чем чаще или чем выше вот этот коридор серого значения, серый коридор, когда мы не знаем, какое принять решение, то тогда, соответственно, у нас выше процент ошибок, когда мы теряем почку. Ну, не мы, соответственно, пациент теряет почку, имеем случай интероперационного осложнения, повышаем стоимость лечения пациента или переводим пациента в режим наблюдения с последующим риском прогрессирования и подключения его к такой затратной, таргетной иммунотерапии. Ну, последняя капля в адрес кисты Босник, классификация кист по Босник была опубликована в 2017 году, если так можно сказать, это такой системный обзор проведенных в нескольких исследованиях, где одним из таким убийственных выводов значился вывод, ну, так дословно, близко к тексту, если переводить, то разноклассия в трактовке классификации Босник были крайне высокие, что не давало возможности рекомендовать ее в ежедневной клинической практике. Соответственно, это крайне критическое замечание, которое нельзя не принять в действие, и это послужило основой для разработки так называемого модификации подхода к классификации Босник, которая была представлена в 2019 году совершенно недавно рядом американских исследователей, авторов, и на сегодняшний момент рассматривается как одна из перспективных таких вариантов выхода из сложившейся ситуации. Итак, что же поменялось? Давайте пройдемся по основным критериям классификации Босник. Вот Босник-1, соответственно, практически никаких изменений не было, предпринято в этом направлении, но было введено понятие водной характеристики или простая жидкостная характеристика, исходя из интенсивного сигнала и плотностых характеристик содержимого кисты для КТ и для МРТ, соответственно. Следующее основополагающее нововведение – то, что элементы кисты могут незначительно накапливать контрастное вещество, и это не будет указывать на какой-то подозрительный или злокачественный вариант вот этого кистозного образования. Здесь схематично представлены те критерии, количественные уже критерии толщины стенки и толщины перегородок, которые, соответственно, были введены или рекомендуется вот этой новой системой. Тонкая стенка уже более четкая, имеется характеристика, тонкая стенка менее 2 мм. Все, что более, это, соответственно, толщина или толстая стенка. Киста Босник-2, соответственно, это такая же тонкая стенка и ровная, или киста, которая имеет несколько перегородок, которые могут накапливать контрастное вещество, могут иметь кальцификации или не иметь. И обращаю ваше внимание, более детально расписаны характеристики плотностных значений содержимого кистозных образований. Очень высокая плотность кисты признана более доброкачественными, или наиболее вероятно доброкачественными изменениями. Низкое плотное содержимое также доконтрастных, надолконтрастных КТ-исследований также признак доброкачественности. Когда имеется однородное незначительное накопление контрастного вещества, то есть незначительная плотность без накопления контрастного вещества, однородная плотность без накопления, это тоже признак доброкачественности. Когда мы имеем незначительное накопление в портальную фазу, это тоже признак доброкачественности. Но и к этому типу отнесены ранее не описанные нигде, но очень часто встречающиеся малые кистозные образования, у которых плотностные характеристики достаточно сложно оценить и вообще эти кисты трудно даже иногда визуализироваться при высокой толщине срезов. Ну и при магнитно-резоносотомографии характеристики, которые соответствуют однородным жидкостным характеристикам, схожим с серброспиональной жидкостью, но и те образования, которые имеют более высокую интенсивность сигнала на Т1-звешенных изображениях примерно в 2,5 раза и выше от нормальной интенсивности сигнала паренхимы. Здесь представлены схематические отображения количества перегородок, здесь 2 перегородки, соответственно, здесь несколько перегородок, более 4 перегородок, это уже считается множественной перегородки в кистозном образовании. Ну и, соответственно, мы подошли к рубежу, рубеж, который разделяет кисты и рубеж, который разделяет кистозное образование. Соответственно, были проведены мета-анализ на основе более 15 тысяч исследований, который показал, что кистозное образование с простыми характеристиками за 5 лет наблюдения только в 6 случаях наблюдался рак почки, при этом он не имел отношения к кисти. Одинаково часто рак обнаруживают у пациентов с простыми кистами, так же, как и без этих кист. Ну и, соответственно, частота рака почки значимо ниже у пациентов с простыми кистами, чем у пациентов с другими некистозными формированиями образования, особенностями строения почек. Это было доказано на опыте обследования 15 с половиной почти пациентов, что позволило сделать определенные выводы, которые отражены в новой классе и кассы. Что делать дальше? Киста Босниак-2Ф, те кисты, которые должны подлежать наблюдению, наблюдение периодичное, через полгода первое наблюдение и дальше уже ежегодно в течение 5 лет проводится наблюдение за такими кистами. Эти кисты имеют минимальные критерии, сомнительные критерии, которые могут соответствовать как начинающимся онкологическому процессу, так и осложненными кистами. Это ровные стенки или перегородки, которые демонстрируют накопление контрастного вещества, которые имеют минимальное утолщение около 3 мм, или множественные перегородки, которые имеют тонкие размеры или тонкие перегородки менее 2 мм. Соответственно, это кистозное образование, неоднородное, гиперинтенсивное, на доконтрастных изображениях, Т1-звешенных изображениях с жироподавлением. Такие характеристики соответствуют в новой классификации кистам, которые требуют дальнейшего наблюдения. Ну, тут тоже суммарное отображение схематичное тех критериев количественных, которые, соответственно, вводятся в новой классификации. Вот некоторые наблюдения подобного урода, что киста демонстрирует такие пограничные изменения на доконтрастных изображениях компьютерной томографии, а в артериальную фазу компьютерной томографии, в паренхематозную фазу компьютерной томографии и магнит-резонансная томография. Это два взвешенные изображения доконтрастных, соответственно, и Т1-звешенное изображение с жироподавлением, и в другой плоскости Т1-звешенное изображение с жироподавлением. Демонстрирует неоднородное содержимое. Здесь тоже высокоплотный компонент имеется кистозный, есть утолщенные перегородки, и, соответственно, эти перегородки множественные, которые сходятся к этому белковосодержащему компоненту кисты. Соответственно, у такой кисты имеются признаки, которые позволяют как выбрать тактику наблюдения активного, так и применить активное лечение. Было применено активное лечение и, соответственно, это мутикистозная дисплазия, сегментарный вариант, то кистозное образование формально, которое мы достаточно сложно можем отдифференцировать от злокачественного поражения. Другое наблюдение – кистозное образование, единичное в области коркового слоя почки. Мы видим утолщенную стенку кистозного образования около 3 мм. Мы видим в нефрографическую фазу повышение накопления контрастного вещества и вымывание его в отсроченную фазу. Измеряем эти параметры накопления контрастного вещества и действительно мы видим такие незначительные изменения, неявные накопления контрастного вещества. Если в артериальную фазу это около 30 единиц Хаунсфилда, то в нефрографическую это около 50 и, соответственно, в отсроченную около 60 единиц Хаунсфилда. Незначительное, но повышение накопления контрастного вещества мы можем объяснить тем, что в этой части кисты имеются множественные тонкие перегородки, которые не визуализируются, но накапливают контрастное вещество. Соответственно, гистология будет немножко раскрыта чуть позже, мы пройдем более подробно этот случай проведем в отношении других категорий кис по босник. Итак, третья категория босник, что она собой представляет или как предлагает изменить подход к этой категории, это когда определяются стенки или перегородки, имеющие в толщину более 4 мм, или неравномерное утолщение одной из перегородок или стенки кисты с так называемым тупым углом утолщения. Что это такое? Вот здесь представлены примеры такого тупого угла голубым цветом утолщения, которые могут быть с одной стороны или с двух сторон. Соответственно, это достаточно подозрительное изменение, которое должно быть расценено именно специалистом-урологом для того, чтобы оценить характер этих изменений, дальнейшую тактику в комплексе на основе лучевого обследования, на основе семейного анамнеза и других факторов отягощающих прогноз для этого заболевания. Вот пример такого случая. Мы видим утолщение, веретенообразное утолщение одной и второй стенки этих кистозных образований, которые имеют либо рядом расположено несколько кист, либо это одна единая киста с перегородками, но в их строении имеются подозрительные элементы утолщения. Больше 3 мм, соответственно, было прооперировано и село-плеточная, почечная, клеточная карцинома была диагностирована. Другой вариант, который демонстрирует возможности компьютерной томографии и магнит-резонансной томографии в оценке таких элементов, сложных для интерпретации. Мы видим доконтрастную компьютерную томографию в артериальную фазу и в нефрографическую фазу. Да, есть кальцификация элементов кистозного образования, есть неоднородное накопление внутри перегородками кистозного образования и вымывание кистозного образования. При магнит-резонансной томографии мы видим неоднородное содержимое, жидкостное содержимое, мы видим и кальцификаты, и перегородки кальцинированные. И при контрастировании мы видим множественное утолщение по стенке кисты, что, соответственно, дало основание для трактовки этого кистозного образования как босник третьего типа с плоским утолщением стенки кисты. Да, действительно, прооперировали и подтвердили светлоклеточный, бочноклеточный рак. Но возвращаемся к тому образованию, которое было изначально мной продемонстрировано и оставлено, так сказать, на более подробный разбор. Мы возвращаемся, мы видим утолщенную стенку кисты до 3 мм с накоплением контрастного вещества. Мы видим накопление в отсроченную инфрографическую фазу и отсроченную фазу, соответственно, утолщенными стенками и, скорее всего, имеющимися перегородками. Соответственно, как минимум в этой ситуации должно быть поставлено 2F критерий или категория. Но это мы подтверждаем при измерении накопления или плотности кистозного образования. Но при этом, соответственно, прокручивая изображение вверх-вниз, мы можем найти то изображение, которое демонстрирует такое утолщение, что оно соответствует узловому утолщению, вот как здесь в этой ситуации. И, соответственно, это уже перевод кистозного образования. Если мы будем измерять только на одном или анализировать только один уровень, то тогда мы поставим одно заключение. Если мы будем анализировать все изображения, то мы найдем это узловое утолщение, которое переводит кистоз в четвертую категорию по боснике. Соответственно, здесь однозначно должно быть принято агрессивное или оперативное подход к удалению до кистозного образования. Проверяем плотность. Соответственно, изначальная плотность 12, потом 65, потом 90 и вымывание до 70. Явное тканевое утолщение, которое накапливает контрастное вещество. Соответственно, это имеет прямое отношение к четвертому типу кистозных образований. Утолщение более 4 мм с тупым углом утолщения, либо другого любого характера, то есть с острым углом любого размера. Вот как пример, вот здесь острый угол утолщения здесь представлен. Либо это на перегородке, либо это на стенке кишки. Четвертый тип. Но это наблюдение не просто так я представил о том, что есть сложности в интерпретации тех критериев, которые мы с вами озвучили, но и сложности в принципе применения даже новой адаптированной классификации по босни. В итоге пациента прооперировали действительно и при гистологическом исследовании определили воспалительное изменение кистозного образования, которое никаким образом не соответствовало злокачественному поражению, которое мы крайне в высокой степени предполагали в этом образовании. Поэтому вопросы на этом примере можно сказать, что не решены, проблемы классификации кист по босниек не решены, они будут развиваться, но мы ничего лучше не имеем на сегодняшний момент времени. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент времени? Это то, что четко определены, что называется кистой. Киста босник 1 и 2 это термин киста используется, в остальных случаях термин используется кистозное образование. Есть точный критерий тонкой стенки или перегородки, минимальной утолщиной или утолщиной. Есть четкие критерии нескольких перегородок или множественных перегородок. Есть уже используются числовые или количественные характеристики плотностной оценки содержимого кисты или десинности сигнала при магнитризнасной томографии. Есть подход, который устраняет критерии размера кистозного образования. Вы помните, что киста босник 2 и 2Ф больше 3 см. Сейчас такого подхода нет и нет градации между степенью узлокаченностью и размером кистозного образования. Есть критерии простой жидкости при измерении плотности на КТ или оценке тесинности сигнала при МРТ. Кальцификациям более прохладное отношение или спокойная интерпретация. Кальцификация не является ни признаком злокачественности, ни доброкачественности. Накопление контрастного вещества также более спокойная интерпретация даже при массивном распространенном накоплении контрастного вещества всей стенкой или всей перегородкой за исключением узлового характера. А если мы имеем узловой характер, то четко должна быть интерпретация угла утолщения. Либо это плоский угол, или тупой угол, или это острый угол утолщения. На этом мое сообщение закончено. Спасибо большое за внимание.